Какие книги хорошо бы купить и включить в школьную программу для современных подростков? Какие запрещенные книги бы порекомендовали? Да видите, какая вещь. Включая книгу в программу, вы, подростка, фактически отваживаете и от книги, и от чтения. Но книги, которые были бы полезны для подростков в плане обсуждения, это, прежде всего, фантастика. Потому что фантастика имеет дело с проектами, с ростками еле заметными будущего, с тревожными тенденциями. Поэтому, конечно, ругатские. Конечно, Брэдбери, конечно, Шекли. Ну, просто Шекли надо давать подросткам, потому что он смешной, они это любят. Я, когда читал в Барде вот этот курс по young adult, основные тенденции в развитии young adult, подростковой прозы, я обращал внимание на три вещи. Во-первых, подростки с повышенным вниманием относятся не к фэнтези, а к фантастике. Фэнтези не пользуются сейчас особенным спросом, или, вернее, пользуются нормально. То есть, эти книги не проваливаются, но они не становятся бурно обсуждаемыми. А вот Ребекка Куанг – это да, это то, что надо. Я думаю, что сегодня подростки справедливо интересуются антиутопиями, тревожными прогнозами, апокалиптической фантастикой. Это их волнует. Второе. Мы ничего не знаем о любви. Они пишут очень мало. Вот феномен любви – загадка её. Почему один человек нужен другому? Это для подростков представляет болезнь. Интересно не только по физиологическим причинам, потому что они обнаруживают в себе вдруг совершенно неожиданные изменения. Но прежде всего потому, что мы действительно не знаем, почему один человек любит другого. Или это глубочайшая степень сходства, или глубочайшие различия, или это, наоборот, мания здорового потомства, которая исходит из физиологической совместимости, а не из, так сказать, нравственной. Но сам феномен любви, понимаете, он же не сводится ни к похоти, ни к совпадению интересов. Для меня любовь всегда была проявлением какого-то очень глубокого сходства, или какого-то общего понимания двумя каких-то тайных вещей. Именно поэтому, поскольку такого понимания всё труднее достигнуть в современном мире, всё больше людей влюбляется или в себя, или в своё внутреннее «Я», о чём, собственно, роман «Интим». Но, по большому счёту, любовь продолжает оставаться главной психологической загадкой, потому что это не вопрос, ещё раз говорю, не вопрос страсти. Это вопрос, что одному человеку нужен другой, что помочь человеку может только человек. Если Бог, то руками другого человека. Поскольку для меня всегда любовь была абсолютной загадкой и остаётся, почему двум, одна и та же мысль приходит в голову одновременно, вот так. Подросткам эта тема интересна наиболее. И третья вещь, которая подростков интересует страшно, это процесс возрастления, старения, времени. Что время делает человеку? Оно делает, безусловно, потому что мы можем говорить сколько угодно о том, что время иллюзорно, о том, что время – это не физическая характеристика, а вспомогательное, абстрактное понятие. Ну, всё что угодно. Но человек меняется со временем очень сильно. Вот понять, как он меняется, и почему человек в 12 лет один в 15, другой, а в 17 – третий, это их интересует люто. На эти темы сегодня, к сожалению, никто не пишет. Со школьниками разговаривают сюсюка, а по-прежнему самая популярная тема – это приход новенького в класс или появление девочки в коллективе кампуса и как ей там себя вести с подругами. Замечательная пародия на это содержится в романе Уоллеса «Чистка системы» в первых главах, но, к сожалению, только пародия. По большому счёту детей и подростков продолжают пичкать проблемами позавчерашними. Даже «Нормальные люди» с Али Рони, которые, кажется, мне, наверное, одной из лучших книг о подростках и о молодых, даже в «Нормальных людях» всё-таки довольно силён элемент такого упрощения. Фильм сложнее гораздо, чем книга, к силу того, что там действительно два гениальных актёра молодых. А сама по себе книжка, она подводит к некоторым темам, но всё равно, понимаете, вот там такой, в отличие от фильма, там такой неаппетитный секс, когда её тело напоминало ему непропечённое тесто, я понял, как будто бы свой внутренний «бррр» в этот момент. Нет, почему один человек нужен другому и что делает время с людьми – это темы, которые сегодня школьника волнуют реально. И потом, понимаете, диверсификация человечества, его расслоение – это тоже чрезвычайно значительная проблема, и об этом со школьниками никто не говорит, а ведь они с этим сталкиваются, они понимают, что люди разноприродны, разнопородны, и им трудно друг с другом договариваться. Я вообще должен сказать, что «Ян и Далт» – это единственная литература, в которой сейчас что-то происходит, литература, которая заставляет людей толпиться в отделах книжных магазинов. Вы нигде сейчас не застанете большой толпой в книжном магазине, но в «Ян и Далтсе» человек 10-15 есть всегда. Это потому что подростки единственные, кто читают, единственные, кого реально волнуют проблемы бытия, всем остальным уже не до того. Нужно бы об этом, конечно, говорить. Вот, кстати, говорю вопрос. Возвращаясь к тем книгам, которые я бы хотел, наверное, видеть в школьной программе, какие-то, понимаете, какие-то очень дискуссионные книги, которые вызывали бы резкое несогласие. Вот, пожалуй, и то, что над пропастью в Оржи одно время запрещали держать в школьных библиотеках, главный показатель того, что вот книга «Сия», так сказать, могла бы быть предметом абсурдов. Мне очень нравится она. Спасибо. 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 Спасибо.